Итак, у нас в гостях Виталий Лалитин, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы, топ-2 мира. Виталий, вам хорошо знаком, он занимается армрестлингом, вообще лицо армрестлинга в городе Красноярске, да и в России в целом. Доброе утро, Виталий. Доброе утро. Так, ну у вас соревновательный сезон как? Закончился сейчас? Нет, только начинается. Вчера буквально я приехал в соревнование, где в рамках чемпионата России я участвовал в таком неком шоу один против пяти. То есть пять желающих вышли со мной побороться за 50 тысяч, кто меня заборит, тот получает 50 тысяч. А если не заборит, то я забираю деньги. Вы привезли деньги, мы так понимаем. Но сегодня испытание сложнее. Сегодня вы против шести, шести пакетов из всех известных красноярских супермаркетов. И наша задача, и ваша миссия сегодня определить, какой вес эти пакеты выдержат. Раньше был вес на пакете написан. И тоже не всегда это все сходилось. Иногда пакет рвался раньше. Сейчас вообще никакой вес на пакете не пишут. И нам нужно опытным путем выяснить, сколько же они выдержат. У нас есть пакет из ленты, красного яра, командора, окея, аллея и пятерочка. Сегодня у нас будет чемпион. Кто-то из них впервые не выдержит. Да, у нас есть вот такие блины от штанг. 25 килограмм здесь у нас. В общем, да, 25. Ну, будем потихонечку накладывать. Кать, ты фиксируй где-то, записывай куда-то, чтобы было интереснее. Хорошо. Давайте его держать. Лента всем известна. В ленте, так как лента является гипермаркетом, туда люди идут не за бутылочкой воды, булкой, хлеба, да, а закупаются на несколько дней. Это стратегический запах. Поэтому начнем. Это 5-килограммовый блин. Так. Я сегодня буду сходить. Так, давай вот так вот будем к вам. Так. Конкурсант номер один. Лента. Пока держится. Оттягивается. Проверку ленты можно посмотреть на ютуб-канале телеканала ТВК. Да ты че? Есть проверка ленты? Есть проверка ленты. Причем я зашла. Аккуратно, чтобы на ногу не упала. Запулись ленты. Так. Склады. Ну что, держится? Держится легко. Сколько, 10? 10 уже там. 10-ку держит. Еще 5 килограммов. Так. Пакет от ленты терпит все. Дрожит. Но уже натянут. Но терпит, да. Может, 2,5 положить? Я думаю, 5. Давай 5. Давайте попробуем с 2,5 начать. Так. Что добавим? Можно вытащить, если что будет. Итак, там уже 15 и 2,5. 17,5 килограммов. Еще добавляем 2,5. И 20 килограммов здесь лежит. И он не хочет рваться. Но он вытягивается, смотрите, ближе к земле. Убираем эти. Кладем опять, чтобы у нас было 20. И добавляем 2,5 еще. 22,5 килограмма. Он не хочет вдаваться. Нет, нет, пошел вниз. Все, сейчас рухнет. Думаешь? Я чувствую его, да. Вытягивается прям вниз. Нет, не хочет. Ну ладно. Ну давай на Верочку. 25 килограмм. 25 килограмм. Следующий. Да, все это мы брали именно большие пакеты. Маленькие пакеты нас не интересовали. Он вообще не изменился, вы посмотрите. Он чуть-чуть побольше. Ну давай наоборот, теперь я подержу. И остался такой же. Круто. Красный яр. Так, сколько, пожалуйста. Пять. Пять. Десять. Десять. Лучше держать, думаю, пониже. Опа. Ты сейчас и подкачаешься. Бесплатно. Слышал там фитнес-тренеры и фитнес-залы дорожают. Семнадцать с половиной. Семнадцать с половиной. Тихо, 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 тихо. Нет. Двадцать. Тяжелее сейчас студии не пакету Антону. Ну нормально. Нормально прям, держит. Держит? Ну, идти и раскачивать его весело так шагая из магазина, наверное, не получится. Трудно размахивать весело двадцатью килограммами. Двадцать. Двадцать. Два с половиной. Я слышу какой-то треск. Я или пакет. Штоны, штоны. Смотрите на ручки с двух сторон, да? Вот здесь вот особенно. Сделай пару шагов, пошел вниз. Сейчас я сделаю вот таким образом. Мы очень правильный вес туда помещаем. Он такой распределяется одинаково на все стороны пакета. Картошки взяла хлеба. Сейчас, смотрю. Есть! Вес порвался. Ну да, при движении надо проверять. Сейчас мы с Леной еще раз проведем такой эксперимент. Сколько секунд шесть выдержал? Ну нормально. Если вы живете сильно близко к простой вере. Тут еще, получается, надо время засекать. Ну, двадцать пять килограммов почти. Так, давай, следующий, пожалуйста. Образец номер три. Себя, это Командор. Еще десяти. Начнем сразу с десяти, чтобы время не терять. Так. Поехали. Слушайте, вот, а если бы вес распределялся не так равномерно? Если бы в какой-то угол уперлась там банка с огурцами? Все, там бы точно порвалось бы шпея. Ну, что мы сразу двадцать. Давай! Двадцать, конечно. Они вроде держат. Так, ой, пошел, пошел уже прям. Мне так хочется тыкнуть карандашом в пакет. Так, вот давай вот с таким весом я тоже сейчас несколько шагов сделаю. Это двадцать два с половиной. Двадцать два с половиной. Ну, держит. Давай еще два с половиной. Держит, держит. Нормально. Командор вперед. Ну. О! Ой, сейчас жахнет. Ой, жахнет. Ой, страшно. Ну, натянулся. Ой. Натянулся, но держится. Я хожу по кругу. Держится дольше предыдущего конкурсанта. Идем к финишной прямой. Ну, по-моему. Хорошо. Нормально. Есть. Выдержал. Выдержал. Переходим к следующему. Аллея. Мы недооценили пакеты. Можно было 35 туда жахать. Жахать. У нас кто-то из детей еще не ушел. Может, какого-то ребенка сейчас сюда. Они как раз примерно 35. Так, эти образцы прошли. Эти не прошли. Кто у нас следующий? Давай поменяемся. Что-то я буду сомневаться. Здесь 15, 20. Аллея. Аллея даже не поморщилась на 20 килограммах. Вот сейчас морщится. Морщится? Слышишь звук? Так. Ну, давай добьем. Еще можно. Давай еще 2,5. Еще. Свеколку. Упаковочку. Ну, или тоже магазин большой, поэтому там тоже как бы пакеты должны быть крепкими. Потому что, ну, люди не отделываются маленькие. Выдерживают. Выдерживают. Едем дальше. Пакет, которому как бы вот, судя по виду, ну, вообще вопросов не должно быть. А еще такие продают? В океи он изготовлен еще и из вторсырья. То есть... Там же сейчас бежевые пакеты в океи. Нет? Ну, вот. Это раритетный пакет? Ты можешь... Нет, ты можешь выбрать, какой пакет брать. Почему бы нет? Так. Там они разные бывают. Пока у нас только один образец порвал. Я думаю, пойдет. Да-да-да, кстати. Ничего страшного. Ой, он уже на втором блинчике сразу начал тянуться к низу. Так. Ой. Я переживаю за наш пол. Мне кажется... Окей, переживаю за репутацию. Все, там 25 уже? Да. 25 килограммов. Ну, хорошо держится. При этом на дне этого пакета уже изначально была дыра. Да? Даже с дырой держится? Даже вот мы вот так пораскачиваем. Ну, все четко. Он немного пружинит. Здесь в районе ручек, но вроде все нормально. Держится. Ну, хорошо. Нам надо будет к ленте вернуться, ленту еще пошатать. Вот здесь в пятерочке из турсырья только 20% этого пакета. Ну, уже хорошо. Пакет типа майка. Две проверки пятерочки можно посмотреть на YouTube-канале ТВК. Так, хорошо. Проверка аллеи там тоже есть. Изготовлен в Томской области. Ну, проверим Томскую область на прочность. Поехали. Пирочка, ну, это не гипермаркет. Это магазин у дома формат. Там, да, много особо люди не берут, но все равно. Бывает, увлечешься, пойдешь за хлебом, да? Бывает, получишь зарплату. И как зайдешь, голодный. Так, и вновь нашли. Ой, все. Пятерочка сдалась. Пятерочка сдалась на 25 килограммах. И таким образом, да? Давайте проверим. Ленту. Ленту надо потаскать. А, ленту мы не поносили. Давайте, да, перекладываем ленту. Но, по идее, мне кажется, итогом всего этого эксперимента должно быть то, что самая крепкая – это авоська. Которая еще от бабушки досталась. Но, знаете, мне кажется, что даже те два пакета из тех двух супермаркетов, которые у нас сдались и порвались, это не их минус. Потому что и красный яр, гастрономы, и пятерочка – это все-таки формат магазину дома. Они рассчитаны на чуть меньший вес. Хочешь погулять с пакетом? Это же логично. Это же не гипер, где вы наберете много. Обычная суббота Виталия Лолитина, который сходил в магазин за блинами. Нормально. Так. Держится? Нет, нет, нет. Держится. Ну смотри, ну нормально. Давайте его проткнем, как будто там майонез был. Давай. Кать, ты вандал. Ну дай проткну. Давай. Подожди. Ну и что? Вот ты проткнула. Смотрите. Ну вот еще. Отверстие есть. Не пошло дальше рваться по отверстиям. Главный вопрос, сколько он разлагается потом, этот пакет? Сколько ему нужно лет? Социальная реклама, где какие-нибудь нерпята запутаны в этих пакетах. Кать, ну все, иди к нам. Наш пакетный эксперимент, я думаю, что удался. Подведем итоги. Два пакета у нас не выдержали, да, у нас? Это красный яр и пятерочка, но в защиту, опять же, я могу сказать, что они не рассчитаны на огромную закупку. Это магазин у дома, покупайте по чуть-чуть. Виталий, у нас еще есть вот такие штуки здесь, они к пакетам, конечно, не относятся, но все-таки, что вот здесь спрятано под этими ручками? Это мое, так сказать, хобби, гну железа. Здесь спрятаны вот таких три гвоздя. Это какой размер? Двухсотка. Двухсотка. Вы сейчас хотите согнуть три сразу? Хочу попробовать. А можно я сначала попробую, чтобы зрители помнят? А попробую сначала один, я для вас принес в малом количестве, да. Для меня одинаково приятно, что один. А вот, это специальная защита, чтобы не порадить руки. Так. Сейчас, представляете, если у меня получится, все будут в шоке. Ну, ты всем весом навались. Никто ко мне на проверке больше не подойдет. В самом деле, один это несложно. Вес у тебя. Ага, несложно. Издевайте. Хочу заметить, это я делаю все руками без ног. А как, то есть не наклоняться? Не включая ноги, да, не включая ноги. Просто стоишь ровненько. И согнула гвоздь. Да не получается, все, давай обратно. На, теперь ты. А я теперь? У меня только ручки покраснели. Ну, давай. Что вы со мной делаете? Не посрами. Ну? То есть, чисто теоретически, Антон, и может получиться. Один гвоздь, это еще нормально. Куда? Точку опоры. Ну? Чуть-чуть подогнул, да? Ну, нет, это ты сделала. Давай, так, попробуем с одним. Покажу, что он гнется. Что он самый обычный гвоздь. Что он не гнется, да. Руки болят теперь. Да. Так, давай. Гвоздь согнулся. Как будто он кондитерский. Держи-ка, типа это ты сделала. Он горячий стал какой. Ну, ну и три. Давай в ту сторону. Можно вот так повернуться. Три гвоздя одновременно. Они у меня находятся в специальной защите, для того, чтобы не повредить руки. Так как, если поставить на что-то, либо упереть и потянуть вниз, килограммов будет здесь 240. Для того, нужно будет для того, чтобы они начинутся. Как пакету из одного из гиперман. Я первый раз слышу звук от двоих дней, которые берутся. Это звук моих. Руки это щелкают. Три штуки за раз. В общем, если у вас будет свободное время, я проверки снимаю по вторникам. Можно со мной ходить и гнуть тех людей, которые на меня кидаются. Проверки в магазинах строительных материалов можно снимать. Мы продолжим нашу программу через минуту. А вы подпишитесь на Виталию в инстаграме, потому что у него вот таких различных экспериментов и шоу-моментов очень много. Виталий, спасибо тебе большое. Удачи в новом сезоне. Ну и выбирайте пакеты покрепче, ну или покупайте поменьше. Спасибо.